Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Биткоин пережил огромное падение с 69 тысяч долларов до 17 с половиной тысяч. Это падение стало причиной, почему люди сходят с ума сейчас. Почему они теряют способность рационально мыслить и держать себя в руках, и вообще контролировать свои эмоции. Неудивительно, что есть одна большая общая тема у всего крипто сообщества прямо сейчас. То, что мы рухнем намного-намного ниже. И мы упадем до 10 тысяч долларов. Сегодня все кричат об этом. Это видно везде, в новостях, в социальных сетях, на ютубе, в твиттере, в инстаграме, в интервью известных инвесторов. Биткоин будет стоить 10 тысяч долларов. Некоторые говорят, что даже в ближайшие дни. Мне это очень напоминает ситуацию год назад, когда все кричали о том, что биткоин будет стоить 100 тысяч долларов. Сегодня все кричат про 10 тысяч долларов. Я верю, что все ошибаются насчет этого. И в сегодняшнем видео я объясню почему. Разберем сегодня 5 важнейших графиков для биткоина и его холдеров. И надеюсь, что это видео разбудит всех, кто настроен пессимистично. А если ты тут впервые, почему бы не подписаться на канал? Здесь мы каждый день говорим о самых важных новостях из мира криптовалюты и биткоина. Также не забудь нажать на колокольчик, так ты не будешь пропускать новые видео, которые выходят каждый день. Прежде чем мы начнем, сразу напомню, что это не финансовые советы, а всего лишь информация, которую я нахожу и подаю тебе простым языком. Твое дело, как ее использовать. Эта информация сейчас может звучать крайне неправдоподобно, потому что общее настроение на рынке совершенно противоположное. Но так уже было. Например, вот здесь, когда у нас был этот крест смерти на 4-дневном графике биткоина. И вот эта глубокая свеча вниз. Тогда, если ты говорил, что это было дно, ты получал огромную волну хейта и токсичности. Сейчас абсолютно такие же ощущения. Сейчас я могу предположить, что дно биткоина было на отметке в 17,5 тысяч долларов. Об этом говорят многие факты на графике. Правда ли это? Кто его знает? Честно говоря, никто не знает. Все, что я знаю, это факты на графике. А таких фактов у меня есть аж целых 5. И сейчас я тебе их покажу. Я покажу тебе этот график. Я покажу тебе этот график. Я покажу тебе и этот график. И этот. И, наконец, этот график. Это 5 важнейших и критических фактов, после просмотра которых ты точно будешь кое-что понимать и знать. Кое-что такое, что тебе поможет. И первый факт – это пересечение этих двух скользящих. Это происходило всего лишь 3 раза в истории биткоина. И третий раз произошел прямо сейчас, в 2022. Первые два таких пересечения случились практически на самой глубокой свече медвежьего рынка. В 2015 и в 2018. И сейчас, в 2022 случилось такое же пересечение. Это наш индикатор, который мы используем. И он говорит о том, что дно было на 17 с половиной тысячах долларов. Затем второй факт – это Golden Zone. Он тоже очень важный. Если ты посмотришь на большую картину биткоина, на всю его историю, ты заметишь, что мы были в такой золотой зоне всего лишь 4 раза. И четвертый раз случился прямо сейчас. Был еще пятый в марте 2020. Но я его не учитываю, потому что биткоин очень быстро вышел из этой зоны. Он в ней был всего лишь одной свечой. Даже не телом свечи, а всего лишь ее тенью. Поэтому я и не учитываю этот случай. Даже если мы еще не достигли того самого дна медвежьего рынка, блин, мы находимся в золотой зоне. А это было в истории биткоина, которая насчитывает уже 13 лет всего лишь трижды. Три раза за 13 лет. Я не знаю, где точно будет дно, но я точно знаю, что спустя несколько лет, когда я снова покажу тебе этот график, ты посмотришь на него и пойдешь биться головой об стену. Ты будешь кусать локти и не сможешь спокойно спать, вспоминая, какой шанс ты упустил. Я уверен, что так и будет. Прямо сейчас я уберегаю тебя от огромного стресса, который ты можешь впоследствии испытать. Я понимаю, трудно покупать на дне, да и супер точно словить дно невозможно. Но только так и можно заработать на криптовалютном рынке, покупать дно, а не хай, не наоборот. Итак, когда биткоин проваливается в этот golden zone и одновременно с этим эта зеленая линия проваливается ниже желтого уровня, это означает, что рынок достигает своего дна. Это было в 2015 и это было в 2018. Что произошло только что? Биткоин влез в эту золотую зону, а эта зеленая линия коснулась желтого уровня. Это тоже говорит нам о том, что биткоин потенциально достигает дна. Третий факт это то, что я называю самой точной стратегией покупки биткоина. Мы ее уже рассматривали более детально в предыдущих видео, сейчас быстро напомню. В 2018 году эта стратегия позволила предсказать наступление дна медвежьего рынка. В 2020 году она предсказала завершение медвежьего рынка. Что произошло с этим индикатором в 2022 году, сегодня? Когда биткоин рухнул до 17,5 тысяч долларов, все три сигнала вспыхнули одновременно. Этот индикатор снова говорит о том, что биткоин достиг дна. И так кажется, что биткоин возможно все-таки достиг своего дна. Тогда почему все вокруг кричат, что он упадет до 10 тысяч долларов? А все очень просто. То же самое происходило в 2018 году, когда рынок достиг дна. Но было чувство, что рынку необходимо еще больше просесть. Что нужно еще больше падения. Что нужно было избавиться от еще большего количества слабых рук. И это чувство было из-за того, что цена после достижения дна перешла в боковик. Цена торговалась в коридоре длительное время. И с каждым днем все больше людей переживали разочарования. Биткоин мертв. Вот что они говорили. Самое интересное, что о биткоине тогда даже говорили все меньше и меньше. Контент-мейкеры и блогеры снимали все меньше видео. А то и вовсе уходили. Угадай что? Я был один из немногих, кто снимал тогда видео чуть ли не каждый день. И эти видео набирали по 700 просмотров. Максимум 2000 просмотров. Было очень-очень трудно. Сейчас, кстати, канал ощущается точно так же. Максимально трудно, максимально потно. 2022 год очень похож по ощущениям на 2018. И сейчас кажется, цена биткоина тоже хочет оставаться в боковике, в коридоре. Изнуряя всех, кто еще остался. Что ж, если так и будет, это все равно хороший знак для всех нас. Мое честное мнение, основываясь на фактах, вероятность того, что биткоин достиг дна намного выше, чем того, что его цена пойдет на 10 тысяч долларов. Напиши в комментариях, если ты веришь, что биткоин достигнет 10 тысяч долларов. Почему? Почему ты в это веришь? Я хочу прочесть твои факты, твою аргументацию. Мне очень интересно. Дай свои факты на графике. Не пиши просто, ну просто мне кажется, что так будет. Нет, приведи факты. Видишь ли, я сказал, что по моему мнению, мы возможно достигли дна. Я могу быть неправ, но я свою позицию аргументировал и показал факты на графике. Сегодняшняя ситуация очень похожа на ту, что была год назад, когда все кричали о том, что биткоин обязательно достигнет 100 тысяч долларов. Но биткоин всегда делает все против толпы. Биткоин всегда делает все наоборот. Достиг ли он 100 тысяч долларов в прошлом году? Нет. Почему? Потому что все об этом кричали. Сейчас все кричат про 10 тысяч долларов. Упадет ли биткоин до этой отметки? Я так не думаю. Аргументируя это фактами на графиках и фактами о поведении биткоина и толпы. И напоследок я хочу сказать, что я никому не адресую ничего и сказанного. Возможно, кто-то обидится, что я такой жесткий. Это просто мысли вслух без конкретного оппонента. Единственный мой оппонент сейчас – это мой микрофон. А меня зовут Богатейший Ди. Если видео было интересным или полезным, не забудь поддержать его лайком. Это очень помогает каналу, а мне помогает находить мотивацию создавать новый контент. Всегда очень приятно, когда вы набираете много лайков. На этом все. Увидимся. Меня зовут Богатейший Ди. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok